Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Кузьмичёва Людмила Ивановна. Интервью и литературная обработка Илья Вершинин. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 13 сентября 2018 года. Часть первая. В настоящее время я возглавляю в Нижнем Новгороде организацию женщин-ветеранов. Когда-то в городе насчитывалось 6,5 тысяч фронтовичек. Сейчас осталось живых всего лишь около 200. Были среди них и женщины постарше меня. Так, например, в прошлом году у меня было две 100-летних фронтовички. Одна в Сормове, другая в Ленинском районе. Но они, увы, уже обе ушли из жизни. Понимаете, этот год, 2017-й, для нас, ветеранов, очень тяжелый и трудный. Еще с 1970 года я провожу в местных школах уроки мужества. Этим делом я продолжаю заниматься и сейчас, несмотря на свой 96-летний возраст. Мой брат, как и я, тоже прошел войну. Он выжил, имел звание полковника госбезопасности. Но, к сожалению, в 2008 году умер. Живу я в Нижнем Новгороде на улице Свободы. Но, знаете, принципиально не пользуюсь, как человек советской закалки, мобильным телефоном. У меня только настольный телефон. К чему эта робототехника? Являюсь почетным гражданином города Нижнего Новгорода. Что еще вам так вкратце для начального, так сказать, ознакомления рассказать о себе? В 2015 году какой-то журналист Гордон с Первого канала приглашал меня в Москву на передачу. Там меня возили по самым разным местам, в том числе и на полигон. Дали поездить на танковой машине. Но так как танки были уже готовы к Первомайскому параду, мне его заменили на БМП. Эту машину я водила по всему полигону. Сохранилась фотография, на которой я со своей внучкой стою у БМП. Мало того, я не только водил эту машину, но и стрелял из пушки и из автомата. Помню, когда я только там появилась, и обо мне сообщили солдатам, ребята сказали, «Ой, нам только не хватало бабья, мы готовимся к параду». Но когда увидели, что я спокойно сижу в БМП и стреляю из автомата, то сказали, «Ну, это своя». Короче говоря, контакт с ребятами у меня получился хороший. Жаль, что не удалось проехаться на танке, но танк нужно было проверять. Я, конечно, до этого никогда не ездила на БМП. Впрочем, танк тоже не водила, а была радистом в передней части экипажа. Слева от меня находился другой радист, а справа уже стрелок-радист. Танк же вел механик-водитель. И представьте себе, несмотря на то, что я раньше никогда наездила на БМП, когда туда села, восприняла все так, как будто все давно знакомое. Сама даже этому удивилась. «Однако давайте, Людмила Ивановна, поговорим все-таки о вас. Где вы родились, в каких местах проходило ваше предвоенное детство?» «Хорошо. Значит, родилась я в Нижнем Новгороде, потом Горьком, в 1922 году. В 1930 году пошла учиться в школу, но не здесь, а в Ростове. Короче говоря, мои детские годы прошли не в этом городе, а на юге. Папа у меня был политкоторжанин. Сам он родился в 1888 году, примкнул к революционному движению, участвовал в каких-то операциях, за что получил бессрочную каторгу. Отбывал он ее в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Февральская революция 1917 года освободила его от заключения. После этого он работал здесь начальником уездного отдела милиции в Дальнеконстантиновском районе. Конечно, тот факт, что он отсидел в крепости 10 лет, очень сильно сказался на его здоровье. У него всегда оставалось такое желание побыть в теплом месте. Камера в крепости ведь не отапливалась. Он рассказывал вам об условиях содержания в крепости. Он мало чего нам об этом говорил. А когда мы все-таки на него наступали, с соответствующими вопросами отвечал. Нечего вам, молодым, этим голову забивать. Радуйтесь жизни и живите, пока живется. А то, что со мной в крепости было, вам знать ни к чему. Мы это пережили, как говорится, и на этом закончим. Мы вам дали счастливое детство без царя, где главная власть трудящихся, власть рабочего человека. Так что вам надо просто идти по жизни и ни о чем таком не думать. И действительно в те годы имелось масса возможностей для того, чтобы нормально и спокойно идти к жизни. Уже когда первые пять лет я училась в школе, у нас существовало немало кружков для того, чтобы занять свое время. Мне было 13 лет, когда в 1935 году я принимал участие в экспедиции по Кавказскому заповеднику. Мы прошли этот заповедник от Майкопа и города Красные Поляны до Сочи. В этой экспедиции я оказалась самой маленькой участницей. Так, например, если мне только-только исполнилось 13 лет, то рядом со мной в основном находились ребята 16-18 лет. Впечатления от этих походов запомнились мне на всю жизнь. Причем, что характерно, все это давалось нам совершенно бесплатно. Кроме того, даже ни один кружок в школе не брал за свои услуги денег. То есть кружки по интересам не тянули с наших родителей деньги. Ни одному директору школы и в голову не приходила мысль спрашивать с людей за своих учеников хоть какие-то средства. Несмотря уже о том, чтобы напоминать о том, что если, мол, вы не будете помогать своим детям материально, они будут учиться в нашей школе плохо. Конечно, для меня огромное счастье, что мои сыновья учились в советской, а не в нынешней школе. Вы учились до войны все время в Ростове? Нет, в городе Ростове я училась с 1 по 5 класс, а потом оказалась здесь, в городе Горьком. Вам встречались остатки бывшего казачества в Ростове? Мне, конечно, встречались эти контрреволюционеры, бывшие белогвардейцы. В те годы в Ростове проживало немало впоследствии репрессированных людей, которые выступали против советской власти. Тут следует отметить, что и в те годы казачество делилось, как правило, на две категории. На очень богатых и простых казаков, которые, между прочим, раньше участвовали в революции, а потом служили в рядах советской армии в годы Великой Отечественной войны. Вам приходилось встречать белых казаков? Я их встречала постоянно. Хочу сказать, что когда мы приехали в Ростов, кругом находились деникинцы, которые подлежали репрессиям. Они выступали как самые настоящие вредители везде, в том числе и на заводах. Если можно было какую-то гайку свернуть, утащить или вывезти из строя, они это делали. Таких случаев было много. Я лично не только о них знала, но и сама все это видела. Расскажите об этих случаях. Хорошо. Значит, в нашем городе действовал крупнейший завод Россельмаш. Местное казачество на него не шло. Поэтому в качестве рабочих туда привозили очень много крестьян из других районов. А когда, как говорится, из совсем других регионов появляются люди, никогда не узнаешь, кто из них кто. Среди них, конечно, встречались люди, которые выступали против советской власти и пытались против нас что-то сделать. Но вы понимаете, какая тут получалась штука? Вредители совершали свои действия, а страдали от их безобразия директор или главный инженер завода. Так на многих наших предприятиях были в свое время репрессированы из-за произвола врагов главные инженеры или директора по статье за вредительство. На самом деле они, конечно, никакого вреда стране не приносили. Но за то, что на заводах отдельные цеха выходили из строя, то есть заводы что-то не упускали и получались плановые срывы, руководители несли ответственность. Сейчас очень много говорят о репрессиях. Но о настоящих репрессантах, вроде руководителей крупнейших предприятий в стране, которые были наказаны совершенно несправедливо, почему-то не говорят. А это, между прочим, была такая политика у наших врагов – поставить честных руководителей под так называемые репрессии. Мы все это понимали, хотя были тогда совсем еще дети. Кстати говоря, у меня папа тоже был репрессирован. Это произошло в 1933 году. Почему с ним случилась эта неприятность? У старых большевиков, бывших политкоторжан, было принято встречать праздник 1 мая, как это было и до революции, за городом. Называлось это дело «майовки». Фотография одной из таких майовок до сих пор хранится в моем домашнем архиве, который, прямо скажу, огромный. В свое время у меня было собрано очень много разных интересных материалов. Так вот, на одной из таких майовок мой папа выступил противником того, как на селе проводится коллективизация. «Папа говорил, что это делается неправильно. Что это такое?» – возмущался он. «Даже курицу коллективизируют». А в то время в рабочей среде встречалось немало доносчиков среди, как говорят, враждебных нам классов. Впрочем, среди них попадались и совсем не враждебные нам, а просто неграмотные люди. Ведь когда восстановилась советская власть, пришло получать образование немалое количество людей. Процент неграмотности в России на тот момент времени составлял 80%. Следовательно, люди в политике совсем не разбирались. И вот о их политике в отношении коллективизации отец и выступил с резкой критикой. «Надо все обобщать», – говорил в своей речи отец. «Земля и техника, обрабатывающие эту землю, должны находиться в общем пользовании. А, скажем, скот, корова, десяток кур должны не обобществляться, а находиться в личном пользовании». После того, как в связи с этим выступлением на отца написали донос, его арестовали. А у отца оставались друзья по гражданской войне, которые занимали важное положение. Например, семья Черкашиных. Глава семьи, дядя Павел Черкашин, работал в Губчака. Так вот, представьте себе, он обратился к сподвижнику Сталина, Авелю Янукидзе. Потом он тоже был репрессирован и расстрелян. После этого Янукидзе затребовал все материалы на моего папу. В то время доносы в основном были безымянными. Но тут каким-то образом его удалось найти». Им оказался раскулаченный человек из числа станичного казачества. Его тоже арестовали и начали с ним разбирательство. Через какое-то время отца выпустили. Находясь в заключении на лесоповале, отец потерял палец. Так вот, когда его выпустили, то даже дали ему персональную пенсию. В то время такие вещи были. Если выяснялось, что человека арестовали по ложному доносу, его восстанавливали во всех правах. Ведь даже Иван Грозный в свое время говорил «Доносчику первый кнут». Это его изречение говорит о многом. Ведь среди доносчиков, которых выявляли наши следственные органы, оказывались зачастую тоже враждебные нам силы. Но после того, как папу в 1935 году выпустили, он стал работать. Должна сказать, что 1935 год был всесильный год для России. Наша страна ушла тогда далеко-далеко вперед, в том числе развитие технологий и организации промышленных предприятий. Хочу сказать, что у нас в годы войны с западных территорий были к нам на Урал эвакуированы многие промышленные предприятия. За этот счет нам, собственно, и удалось поднять индустриализацию в первую пятилетку. Потом началась вторая пятилетка. Ведь кадры тогда у нас были уже грамотные, технология развивалась очень высоко. Все эти процессы я сама видела и понимала их значение. Между прочим, мы, школьники, тоже участвовали в поднятии нашего промышленного потенциала. Так, например, мы собирали металлолом, бумагу и сдавали. Все это, несомненно, становилось огромным подспорьем для нашей промышленности, в особенности цветной металлолом. Мы ходили по каждому двору, буквально по каждой помойке, и выискивали остатки железа. Если попадалась хоть какая-то гаечка, то мы ее поднимали и крыли в общий мешок. Металлоломом мы собирали очень много, особенно ближе к праздникам. Бумага у нас шла как-то меньше. Почему? Потому что с нею в то время было как-то трудновато, и люди ее тратили на курева. И если у кого-то дома оказывалась махорка, то газета, как правило, шла на козью ножку. Так что мало у нас было этой бумаги. В основном мы очищали помойки от железа и делали это очень хорошо. Мы, конечно, этим не брезговали и имели специально для этого палочки. С их помощью мы все вытаскивали из помоек, собирали в общие мешки, сдавали и получали за это премии. Но какие, собственно говоря, это были премии? На четыре человека кто-нибудь организует экспедицию или экскурсию. Правда, все это проводилось совершенно бесплатно. А что творится сейчас? У меня растет трое правнуков. Каждый месяц я отдаю их родителям деньги на школу. В то же самое время у нас говорят, что в нашей России бесплатное образование. Нагло врут наши правители во главе с президентом. Здравоохранение у нас, как оказывается, тоже платное. Но что поделаешь? Я считаю, что мы, то есть наше поколение, сами виноваты в этом были еще в августе 1991 года. Впрочем, сама я Горбачева никогда не поддерживала. Скажу вам больше того. Когда после смерти Сталина к власти пришел Хрущев, ходила такая молва, откуда, я не знаю, что рядом со Сталином находился один очень законспирированный враг, агент ЦРУ. Я, например, до сих пор в это верю и считаю этим врагом Хрущева. Потому что совершенно правильно Сталин в свое время ему сказал «Дурак, уймись». Ведь он в былые годы устроил очень много репрессий, в том числе и на Украине. Все его поступки, включая и то, как он дошел до власти, я не могу понять до сих пор, как он во власть проник, куда смотрели знавшие его Молотов и Каганович, как они вообще допустили к себе эту фигуру. Он был совершенно безграмотным человеком и не получил никакого высшего образования. Его все считали шутом. И почему-то Сталин, зная о том, что вокруг него ходит враг, не подумал о том, что им может оказаться Хрущев. Почему? Потому что тот всегда изображал себя недалеким человеком. Естественно, из-за этого возникала уверенность в том, что никаким врагом он быть не может. Для того, чтобы так себя вести, нужно иметь огромный талант. Так что все то, что мы сегодня имеем, оказалось возможным только благодаря предательству Хрущева. Как вы оказались в городе Горько? Видите ли, сначала, в период с 1926 по 1930 год мы жили в Сочи. В то время он считался маленьким захолустным городком. Людей там привлекал, пожалуй, только курорт Моцества. Больше там ничего не было. Ни толковой школы, ничего либо другого. В результате отец оказался вынужден переехать из Сочи в город Ростов. Этот город славился также еще и тем, что там действовало одно из самых сильнейших в Советском Союзе общества политкоторжан. Оно имело специальный пятиэтажный дом с лифтами и прочими удобствами. В то время советское правительство отмечало пострадавших от царской власти людей и создавало им благоприятные условия на оставшуюся жизнь. Все эти люди прошли через каторгу, истязания и какие угодно ужасы. Им тогда было за 50 лет. Между прочим, среди старых большевиков также встречались люди, пострадавшие от тех самых доносов. Многих из них потом освободили. Для оправдания их, кстати говоря, очень много пользы привез Авель Яникидзе, старый большевик, который вдруг стал врагом народа. Дай Бог на том свете Авелю благополучной жизни, если она есть, за те заботы, которые он проявил в отношении репрессированных. А в городе Горьком мы оказались в связи с тем, что здесь проживали наши родственники. В каких школах вы учились? Так как в Сочи нельзя было учиться, я находилась дома. Что же касается Ростова, то с 1 по 5 класс я проходил обучение в отличнейшей школе, кстати говоря, бывшей кадетской школе, которая располагалась в центре города. В ней работали преподаватели еще с царских времен, очень квалифицированные специалисты. О том, что можно кого-то предать, мы и понятия не имели. Короче говоря, прививали нам такие, как бы сказать, этические навыки. Все обучение строилось по отдельным программам. Скажем, физик втолковывал нашим головам физику, математик – математику. Причем это преподавание велось на самом высоком уровне. Образование, которое нам давалось, оказывалось очень и очень аполитичным. Позже мне пришлось учиться у советских учителей. Так вот, сравнивая тех учителей, которые работали с царских времен, и наших, которые окончили наш советский вуз и пошли работать в школы, я могу сказать, что это небо и земля. Тем, кто учился в школах старого типа, крупно повезло. Большинство из учеников этих школ стали академиками и еще кем-то, пошли в науку. Что вам еще сказать о том времени? Жизнь была тогда очень насыщенной. Я иной раз, бывает, просматриваю старые советские фильмы. И если вы будете их просматривать, то заметите, что выражения лиц у людей советского периода совсем другие, чем сейчас. Они были какие-то радостные. Почему? Потому что, конечно, люди трудились, но делали это с радостью. Но вы посмотрите на лица нашего сегодняшнего рабочего класса. Я имею в виду не тех, кто работает на высоком техническом уровне, а среднячков, и даже рабочих чуть пониже. Выражения их лиц, как правило, безрадостные. Совсем у них нет радости, потому что им грозит безработица, и их могли в любой момент уволить. Ну а потом я училась в городе Горьком. До войны вы только учились или еще работали? Сначала я только училась. В Ростове, потом в Горьком. После того, как в 1940 году я закончил 10 классов средней школы, я поехала в Москву поступать в Институт геодезии, аэрофотосъемки и фотографии. Именно по этой причине дома у меня до сих пор находится очень много карт. К сожалению, отучившись всего год, я заболела брюшным тифом и получила учебный отпуск. После этого я приехала в город Горький и стала руководить местным кружком туристов-археологов. По линии своей деятельности я была знакома с научным сотрудником местного краеведческого музея Мендиаровым. Вернее, не то, чтобы была знакома, а с ним взаимодействовала. Дело в том, что при музее существовал историко-археологический кружок, которым он как музейный работник руководил. Мы с ним, помню, ходили на экскурсии по правому берегу Оки, но не с той стороны, за речной, а с нашей. Там водились особи. Как-то раз, копаясь в земле, мы нашли бивень мамонта. Конечно, это для нас всех стало очень интересной находкой. Представьте себе наше положение. Мы вдруг узнали о том, что у нас по земле ходили мамонты. У нас, детей, это вызвало необыкновенный восторг. Мы ликовали. А летом 1941 года, когда немцы смотрели в бинокль на Москву, к тому времени уже шла война, вся московская интеллигенция бежала из города. Оборонять его они не сочли возможным. А защищать столицу прибыли приехавшие с Дальнего Востока танкисты, из части, в которой я служила с 1944 года. Речь идет про 40-ю, 44-ю и 45-ю танковые бригады. Это они обороняли Москву. А москвичи, в том числе и сегодняшние москвичи, их потомки, по сути дела, свой город бросили. Многие из них занимали высокие должности. Так они в грузовые машины загружали все свое имущество и бежали. Дело доходило вплоть до того, что они увозили кактусы и фикусы. Это же творилось самое настоящее безобразие. И когда они подъезжали к городу Горькому, то наши дружинники их останавливали, из этих машин выкидывали все это барахло и отправляли их в воинские части. А этим москвичам выбор оставался один. Дальше со своим фикусом ты можешь идти куда хочешь, как говорится. Из-за этого я ненавижу москвичей. Мне несколько раз предлагали съездить в Москву, но я все время отказывалась. Не могу. Правда, один раз как-то все же съездила. Но в то же самое время я хорошо относилась к писателю Алексею Николаевичу Толстому. С Мендиаровым они хорошо были знакомы буквально со школьных лет. И можете представить себе мое счастье. Меня Мендиаров познакомил лично с Алексеем Николаевичем Толстым. Так получилось, что и с Мендиаровым, и с Толстым я каждый день гуляла по откосу в течение определенного времени. Часть сентября, октябрь и начало ноября 1941 года. Он как раз прибыл из Москвы к нам в эвакуацию. Какое впечатление на вас произвел Алексей Николаевич? Вы знаете, он был очень угнетен происходящими в стране событиями и прежде всего тем, что пришлось бросить Москву. Он говорил, в 1812 году москвичи тоже ведь бросали Москву, а народ-то говорят, в Москве остался тогда. На меня он произвел очень положительные впечатления. Я очень любила читать его произведения, особенно гиперболой Тержидера Гарина. В то время я очень сильно увлекалась фантастикой. И как-то раз, разговаривая на фантастические темы, мы с ним затронули такой вопрос. Какой мир может быть и что может быть за нашей планетой Земля сейчас? То есть это Марс, это Луна? Что они из себя представляют? Когда мы освоим полеты туда? То есть вот об этом у нас с ним шел разговор. Эта тема чрезвычайно интересовала меня. Знаете, в то время даже вопрос начавшейся войны, она только нагрянула, мы как-то мало затрагивали. Нас это в то время не так сильно волновало. А ведь в то время немцы до Москвы еще не дошли. Это был как раз октябрь 1941 года. У нас в то время еще была уверенность в том, что наши немцев отгонят. Но мы, к сожалению, все ошиблись. Немцы слишком близко к нам подошли. Затем началась Орловско-Курская битва, а перед этим Сталинград. И когда враг так далеко зашел, народ одумался и опомнился, понял, что дальше идти некуда и начал оказывать фашистам сопротивление. Как часто вы виделись с Алексеем Николаевичем Толстым? Мы каждый вечер встречались, потому что такая у нас была программа с Мендиаровым. На какие темы вы в основном и чаще всего говорили? В основном обо всем таком планетарном мы говорили. То есть о том, что есть помимо планеты Земля в мире. Почему мы так свободно обо всем говорили? Потому что Алексей Николаевич, так же, как и я, был атеистом. Мы понимали, что Бога нет, а есть что-то необыкновенное, что сегодня нашему разуму даже понять невозможно. То, что управляет мирозданием. Вот на эти темы мы рассуждали. Это были, конечно, отнюдь не детские вопросы, но они все время беспокоили нашу молодежь. В ту пору многие увлекались фантастикой и путешествиями по другим мирам. Так, например, в кружке у нас состояло 12-15 ребят, которые этими вопросами тоже увлекались. Говорили, а что же там есть за планетой Земля? Кто этим всем управляет? Как это узнать? Как до этого дойти? Все эти вопросы нас очень сильно волновали. И вы знаете, как-то наступление немцев мы восприняли нетрагически. Была уверенность, что мы их все равно разобьем. Всегда Россия побеждала врагов. Ведь не случайно Александр Невский говорил, кто к нам придет с мечом, тот погибнет. Про себя Алексей Николаевич Толстой что-то рассказывал? Про себя он рассказывал очень мало. Сказал только, что в своей жизни он совершал ошибки. Говорил, что Родину покидать нельзя, как бы плохо тебе ни было. А он ее, как вы помните, покидал. Мне кажется, что вот это чувство Родины у него было очень велико. Ведь Родина – это, как говорят, все для человека. Конечно, Алексея Николаевича больше всего интересовала тема мироздания. Как и откуда оно действует и прочее. Стоит отметить, что этим вопросом было посвящено немало книг, которые выходили в то время. Как-то так получилось, что Алексей Николаевич вложил в меня свои мысли о пространстве вне земли. В то время у меня был серьезный разлад с церковью. А ведь получилось, что церковь говорила одно, а Алексей Толстой утверждал совсем другое, что на том свете ничего нет. После того, как ты умираешь, твоя жизнь на этом и заканчивается. Но я не просто так об этом говорю. Мои дедушка, прадедушка, прапрадедушка являлись православными священниками. Дедушку своего я даже застала. Как ваш дед относился к советской власти, будучи священнослужителем? Вы знаете, по линии моей родни было двое священников по фамилии Хитровские. Их расстреляли в 1918 году. Что же касается третьего Хитровского, то его за антисоветскую пропаганду, а правильнее сказать за высказывание, уже в 30-е годы посадили на 4 года. В то время наступили немного другие времена. Священников тогда уже не расстреливали. Так те, два других двоюродных брата моего деда, оказались замешаны в заговоре против советской власти в Богородской епархии. В то время в данной епархии, как оказалось, свили себе гнездо представители антисоветской религиозной общины. Они, как могли, советской власти вредили. Но почему, как мне кажется, начались все эти репрессии против церковников? Вы и сами, наверное, знаете, что в 1918 году церковь выступила против советской власти. Поэтому и вышли такие трагические последствия для церкви. Ведь как аукнется, так и откликнется. Честно говоря, у меня свое отношение к репрессиям, которые сейчас принято называть сталинскими. Хотя, между прочим, у меня и папа оказался репрессирован. Но это были отнюдь не массовые репрессии, какими их сейчас изображают. Речь идет о единичных случаях. А сейчас получилось что? Те, кто про эти репрессии говорит, собрали все данные о репрессиях, начиная с 1918 по 1937 год и подсчитали общее количество. Короче говоря, ученые устроили самую настоящую подтасовку. Они включили сюда даже жертв голода на Украине. Но ведь тогда везде был голод. Если так разобраться, в то время шла классовая война. Знаете, сегодня такое время, что можно любую цифру взять и по-разному ее представить, как это в свое время сделал Солженицын. Всегда нужно задавать вопрос, как у тебя на сердце все лежит. Если ты человек честный, то ты все объяснишь по-человечески и без приписок. А в наш 21 век действуют совсем другие правила. Лично я считаю, что статистика, на которую в нем все опирается, это, извините меня за выражение, самая настоящая проститутка. Причем как у нас, так и в Европе. Как в данный момент угодно не народу, а правительству, такая статистика и будет выдаваться. Сейчас она по этим правилам всем нам и преподносится. Это неизбежная вещь. Почему? Потому что каждый правитель хочет выглядеть достойно в глазах народа, которым он хочет руководить, а следовательно сделает все, чтобы, как говорят, подольше подцарствовать на своем троне. Он вынужден с чем-то считаться. Так что статистика – это такая вещь. Войну вы как-то предчувствовали? Или нападение немцев стало для вас полной неожиданностью? Вы знаете, мы это дело предчувствовали. Мы, конечно, знали, что будет война. Как знали и то, что эту войну мы выиграем. В этом мы были абсолютно уверены. Даже отступая в период 1941-1942 годов, мы считали, что победа последует за нами. Это была абсолютная убежденность. Другого себе мы даже в мыслях не могли допустить. Что нас, скажем, разобьют в пух и прах. Как вы узнали нападение немцев на нашу страну? О том, что началась война, я узнала только 25 июня 1941 года. Понимаете, в жизни у меня все складывалось почему-то не как у людей. В нашем городе Горьком по адресу улицы Краснофлотской, дом 46, когда-то располагалась областная детская техническая станция. Сейчас это здание кто-то прихватизировал. Оттуда 21 числа мы отправились в поход на раскопки на север Горьковской области. Поскольку с нами непосредственно занимался Мендиаров, то от него мы получили открытый лист Академии наук СССР и отправились в путь в сторону знаменитых Керженских лесов. Незадолго до этого там как раз прошел ледоход. Чистились берега, которые, кстати говоря, были песчаными. В этих местах нам предстояло найти, если получится, поделки из камня. И когда берег стало размывать, мы пошли искать в песке скрепки. В походе никакого радио у нас не оказалось. Соответственно, никакой связи с городом Горьким мы не поддерживали, когда отправились в эти леса с рюкзаками за спиной. Пищу готовили в котелках. Короче говоря, это была самая обыкновенная экспедиция. Через какое-то время мы нашли несколько скрепков. Начали спорить, является ли это поделкой человеческих рук, или же эти скрепки таким образом обработала природа. В итоге решили, что разрешим этот вопрос, когда вернемся и встретимся с Мендиаровым. В остальном все у нас шло нормально. Мы готовили себе еду, спали в палатках. 25 июня мы вышли в одну из деревень в Кержинских лесах. Там в то время было полно раскольников, или, как они сами себя называли, староверы. Молодежь к тому времени у них призвали в армию, и нам попадались в основном люди пожилого возраста, в основном, как правило, женщины. Как только наша группа, состоявшая из восьми или девяти человек, вышла в эту деревню. Ведь деревня обычно бывает как? Как в нее войдешь, так обязательно куры по дороге ходят, люди что-то говорят. А тут ни одной курицы нам по дороге не встретилось. Но, глядя на эту тихую обстановку, мы решили. Здесь живут кержаки, так что нет ничего удивительного. Дальше мы идем по деревне и оглядываемся. Про себя думаю, что это местный народ, как будто куда-то подевался. Вдруг открывается калитка за большим домом, и к нам вышла по каким-то своим делам женщина. Остановившись около нас, она обалдевшим голосом нас стала спрашивать. — Вы кто такие? — Говорим ей. — Мы археологи. — Какие археологи? — недоверчивым голосом спросила она. Она так ничего и не поняла. Мы стояли перед ней с рюкзаками и в лыжных костюмах. Перед этим ей и другим керженцам, вероятно, сказали, что немцы выбрасывают на нашей территории свои десанты. Все это, видимо, в ее голове смешалось. Мысли ее скорее крутились только в одном направлении. Это, наверное, диверсанты, и как мне тут действовать? Поэтому она нас спросила. — Вы откуда? — Мы из лесу, — сказали мы ей. — У нас продукты кончились. — Ага, у вас и продукты, значит, кончились, — оживилась она. — Вы взяли что-то с собой? — Говорим. — Да, нам на четыре дня только хватило. Она сказала. — Сейчас мы человека пришлем. В то время у нас имелся, как я уже сказала, открытый лист Академии наук СССР, где говорилось о том, что колхозы и сельсоветы должны оказывать нам содействие и отпускать сколько-то продуктов, а уже Академия наук или кто-то другой за это будут уже расплачиваться. Как только мы ей показали этот свой лист, она нам ответила. — Сейчас у нас никого из начальства нет, все в горьком. Но вы отдохните здесь. У нас как раз амбар тут пустует. У нас же сейчас пока нет сбора урожая. Так что заходите сюда, а рюкзаки свои снимите. Но едва так и не сняв рюкзаки, мы зашли в амбар, как услышали, как с наружной стороны дверь в амбаре закрылась на засов. — Ладно, ладно, диверсанты, — сказала она нам, — мы слышали о вас. Для нас все это показалось удивительным. — Какие мы диверсанты? — не понимали мы. Тогда никто из нас не знал о том, что уже как три дня идет война. Друг на друга смотрим и говорим, мол, все ли в порядке у этих кержаков с головой. Вечером нас все же открыли. К нам приехали председатель колхоза и председатель сельсовета. Они нас привели в сельсовет, оттуда прямо по телефону позвонили в город Горький и проверили, действительно ли существует такая экспедиционная группа. Им ответили, что да, такая группа есть. После этого председатель обратился к нам. — А вы что, не знаете, что идет война? — Какая война? — говорю я им. — Вы что, с ума сошли? Какая тут может быть война? Нам уже из-за этого дали задание проводить прудразверстку. После этого мы объяснили свое положение и обратились к ним с просьбой. — Помогите нам добраться до города Горького. Они помогли. Оказавшись вечером 25-го числа в Горьком, мы первым делом побежали в военкомат. Там было уже полно народу, хотя и наступил вечер. Так стремилась молодежь к тому, чтобы ее взяли в армию и отправили на фронт. Мы, девчонки, тоже полезли вперед. Как сейчас помню, военком, к сожалению, не помню его фамилии, выходит к нам на крыльцо и говорит. — Я все понимаю. Ребята рвутся на фронт. — Ну а вы-то, сопливые девчонки, чего тут хотите? Куда вам фронт? Вам еще в куклы играть. Нам тогда было по 18-19 лет. После этого он взял нас за шиворот и спустил с крыльца буквально. Но мы потом еще несколько раз бегали в военкомат проситься на фронт. Но все безуспешно. Через какое-то время у нас организовали отряд противовоздушной обороны МПВО. Я, конечно, решила туда записаться. Как говорится, свой родной город нужно обязательно защищать. И мне повезло. Дело в том, что в апреле 1942 года по всей стране прошла добровольная мобилизация девушек-комсомолок. Это произошло после того, как Сталин обратился к народу с речью, в которой, значит, были такие слова. Родина в опасности. Немцы зашли далеко. Приблизились к Сталинграду, сердцу России. И поэтому объявляется добровольная мобилизация девушек в армию. Как только мы об этом узнали, так сразу ринулись в военкоматы. Но когда мы туда пришли, нам ответили. Нет, просто так мы вас не призовем. Пройдите сначала мандатную комиссию. Помню, тогда вместе с нами хотела поступить в армию девушка из республики немцев Поволжья. Мандатная комиссия ее не пропустила. Хотя она была действительно патриотка. Но в жизни, знаете, всякие случаются нелепости. В основном, конечно, все мы прошли комиссию. Сначала медицинскую, потом мандатную. Была у меня подруга, Рита Кириллова. Впоследствии она стала врачом. Так же, как и я, она окончила школу и училась в медицинском институте на первом курсе, с которого сбежала в военкомат. В это время Кириллова считались известной в городе Горьком купеческой фамилией. Принадлежавшие их родственницам магазины уже в 30-е годы отошли к советскому государству. Таким образом, они остались без собственности. В общем, и папа, и мама у Риты считались людьми старой закалки. С отвращением относились к советской власти. Они как только узнали о том, что Рита вместе с нами бегала военкомат, взяли и просто-напросто закрыли ее дома на ключ и в течение целого месяца никуда не выпускали. Это продолжалось до тех пор, пока мы не ушли в армию. Теперь вы, наверное, понимаете, насколько различными тогда были уровни населения. Если говорить о трудовом народе, то он практически весь стоял за советскую власть. Я имею в виду, в первую очередь, рабочих. Что же касается крестьянства, то тут многое зависело от его положения. Если это были бывшие крепостные, а не обслуга дворянства, то они тоже поддерживали советскую власть. Ведь им дали землю. Среди же бывшей обслуги из дворни зачастую оказывались предатели. Это были и бывшие лакеи, и горничные, и прочие. Часть из них впоследствии репрессировали. Потом уже в 90-х годах их потомки стали поднимать вопрос о пострадавших от сталинского режима. Так в этом нет ничего удивительного. Они стояли против советской власти. Так что расслоение в то время существовало огромное. Где начиналась ваша служба в рядах Красной Армии? Сначала в течение двух недель нас продержали в карантине. В этот период времени мы изучали политэкономию, а также изучали, что такое советская власть, куда мы стремимся, и что нас, как говорится, в будущем ожидает. Так что мы были готовы к защите Родины. 22 января 1942 года мы приняли военную присягу. После этого нас, 20 девушек-грековчанок, в основном студенток из институтов, направили под Москву в город Владимир в состав 289-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Командовал им майор Воробьев. Почему я помню его фамилию, я и сама не знаю. Комиссаром был капитан, очень хороший человек. Командный состав дивизиона состоял из мужчин. Мы же, девчонки, в основном работали на дальномере, на ПУАЗО управления зенитно-артиллерийским огнем. Несколько человек занимали должности телефонисток. Меня же поставили служить радисткой. Меня сразу отправили на курсы радиосвязи, а когда я их окончила, я была послана отражать налеты на город Ковров. Помните первый фашистский налет? Вы знаете, сколько я себя помню, во время войны страха от налета мы почему-то не испытывали, а в первый налет мы даже стояли и смотрели, куда падают фашистские бомбы. Потом последовала команда. Все в укрытие. А мы на это никак не отреагировали. В этом нет ничего удивительного. Ведь в июне 1941 года началась самая настоящая война, которую мы, как говорится, на самом деле еще не почувствовали. Это уже потом, когда прямо на наших глазах бомбы стали падать и взрываться, мы стали вести себя осторожнее. По правде говоря, зенитной артиллерии в тот период было не так много. В общем, ее ставили не везде. В основном она защищала объекты военного значения. А какие именно это были объекты, помните? Я это не очень хорошо помню, так как знала город Ковров не так хорошо, как, скажем, Горький. Могу сказать, что летом 1942 года, в августе месяце, немцы произвели большой налет на город. В это время рядом с нами присутствовал заместитель командующего нашего 16-го корпуса противовоздушной обороны. К сожалению, я сейчас уже не помню фамилии этого генерала. Получилось это так. Сначала у нас проводилось что-то вроде учений, а потом в это время на нашем участке обороны как раз появились немцы. Генералу, очевидно, понравилась моя четкая работа на месте, и меня из 289-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, видно по его ходатайству, перевели в зенитно-артиллерийский полк, штаб которого стоял в городе Горьком в садике Пушкина. Еще 10 лет тому назад в садике оставался вход в землянку, но поскольку ребятишки, в основном, конечно, мальчишки, разгребли в нее вход и стали туда лазить, сейчас там все закрыли. Раньше же, когда вход в землянку оставался свободным, туда можно было зайти и как следует все рассмотреть. Так вот, в этой землянке я служил уже в качестве начальника радиостанции, и даже за четкую работу получила благодарность от командования. Несмотря на все это, такую работу мы считали глубоким тылом. Мысли крутились вокруг одного. Тут, понимаете ли, идет война, наши родственники на фронте погибают, или получают ранения, наши госпитали фактически ими переполнены, а мы вынуждены сидеть в глубоком тылу. Вы понимаете, мы в то время считали город Горький глубоким тылом. Хотя на самом деле это было далеко не так. В период с июня 1941 по август 1943 года на город Горький совершали налет 1625 самолетов. Дома у меня сохранилась таблица с динамикой этих фашистских налетов. Все это продолжалось до окончания Курской битвы. После этого мы пошли далеко вперед, и немцы, как говорится, долетать до наших тылов не могли, потому что везде стояли наши зенитки. Уже после этого наши зенитные части расформировали, как самостоятельные, и вместо них стали функционировать зенитно-артиллерийские дивизионы и полки, которые предавались фронтовым соединениям. Как это происходило? Если существовал какой-то танковый корпус, то по всем правилам в его подчинении должен был находиться какой-то зенитно-артиллерийский полк. Он ему предавался. Все эти переформирования начались после того, как окончилась Курская битва. Но еще до всего этого мы, три подружки, я, Надя Рыбалка и Тони Татарникова, считая, что находимся в глубоком тылу, написали по своей инициативе письмо товарищу Сталину. В нем были такие слова. «Дорогой товарищ Сталин, мы добровольно пришли в армию, но нас держат на задворках, где никакой войны нет. Просим отправить нас непосредственно на фронт». После этого проходит две недели, как вдруг нас вызывает к себе командир нашего полка. Мы, конечно, поначалу ничего не поняли. Почему? Мы ведь были людьми очень дисциплинированными, как говорится, ни в чем не провинились. А в то время считалось, что если тебя вызывает начальство, то ты, следовательно, в чем-то виноват. Заходим мы в его кабинет. Он на нас так смотрит и спрашивает. «Устав знаете?» «Знаем». Тогда он проверил у нас знание устава. После этого через какое-то время говорит. «Интересно получается. Устав знаете, а нарушаете?» Мы на него с удивлением смотрим. Говорим. «Как нарушаем?» «Мы никогда нигде ничего не нарушали». Тогда он начал. «Вот вы обратились к командованию с письмом. А как на самом деле нужно обращаться к командованию? Как говорится, сначала нужно обратиться к своему командиру. А вы сразу к верховному главнокомандующему обратились. А это нарушение воинской дисциплины». Тогда мы ему так ответили. «А чего в этом такого? Если вы наш штрафбат отправите, то мы все равно окажемся на фронте. Ведь штрафбат находится там, так что мы все равно будем на фронте». После этого командир полка и начальник штаба полка друг на друга посмотрели и махнули рукой. Сказали. «Идите к комиссару». «После того, как мы пришли к комиссару, он тоже нас погонял по уставу. Когда мы все ему ответили, он нам сказал. «Вы все знаете, а нарушаете». «Товарищ комиссар», – обратились мы к нему. «Мы ничего не нарушаем. Просто мы хотим защищать свою родину от захватчиков. Но защищать ее в Горьком, в садике Пушкина, мы считаем, что это не защита». «А что?» – спросил он. «Вы хотите, чтобы горькие немцы разбомбили? Ведь здесь находится автозавод и прочее». И это была на самом деле правда. Я хорошо помню, как 4 ноября 1941 немцы совершили первый налет на город. И знаете, куда в Горьком упала первая бомба? Напротив церкви, расположенной на улице Провианское, стоял деревянный дом, который сейчас обуглился. Так вот, на него была сброшена бомба, хотя и небольшая. Осколки от нее оставили след на церкви. Но из-за того, что кладка там была хорошая, она ничего не разрушила. Дом, конечно, быстро загорелся, но его как-то быстро потушили. Но, честно говоря, на жилой город немцы почти ничего не сбросили. В тот же день они бросили бомбу на завод имени Ленина. Как оказалось, там находился предатель, который, подсвечивая фонариком, давал немцам сигналы. В это самое время все руководство завода находилось в бомбоубежище. Случилось прямое попадание, и все руководство предприятия погибло. Таким оказался первый ощутимый вред, нанесенный городу Горькому. Затем они бомбили автозавод Сормова, то есть военные объекты, которые решали вопросы поступлений на фронт выпускаемой продукции. Прежде всего, это касалось танков, артиллерии и кораблей. Собственно говоря, поэтому и считалось, что, находясь в тылу и охраняя город Горький, мы делаем великое дело. Но мы, девчонки, с этим согласиться не могли. Потом, когда мы снова оказались вместе с комиссаром полка, командиром полка и начальником штаба полка, комиссар вдруг спросил, «Так чего с девчонками делать-то?» Ему ответили, «Как чего?» Главнокомандующий что написал? «Удовлетворить просьбу девушек. Мы их не можем даже на гауптвахту отправить». Командующий дал такое указание. И после этого нас, троих девчонок, перевели в 90-й запасной зенитно-артиллерийский полк, который стоял в Канавине, где мы пробовали трое суток. Наши зенитщицы нам завидовали, когда узнали, что нас все-таки отправляют на фронт. Как сейчас помню, нас погрузили в эшелон и отправили на фронт, как раз под Орловско-Курскую дугу, в город Елец, расположенный между городами Ливны и Ефремов, 70 километров от города Орла. Через город протекала река Сосна. Так вот, здесь, в составе уже 1291-го зенитно-артиллерийского полка, для нас началась настоящая война. Здесь, как в Горьком, в бомбойбежище, как говорится, не убежишь. Интервью и литературная обработка Илья Вершинин. Конец первой части. Читал Олег Лобанов. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...